Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. В Самаре начался традиционный месячник по благоустройству, когда пройдут средники и субботники и какую территорию приведут в порядок после зимы. Соединяет Рождественное с Большой Землей, ледокол Портовый 13 расчищает путь для омиков, когда на Волге наладится регулярная навигация. В России началась весенняя призывная кампания, сколько самарцев отправятся на службу в армию. В Самаре поздравили юбиляров семейной жизни, которые пронесли свою любовь через полвека. В чем секрет взаимопонимания и счастья? В Самарский регион прибыло около полутора тысяч вынужденных переселенцев с территории Донбасса. Для них созданы комфортные условия. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров и поблагодарил жителей за активное участие и помощь. Переселенцев встречают и сопровождают медики и волонтеры. Социальные работники беседуют с каждым из приехавших, выясняя, есть ли какие-то заболевания, особые пожелания и нужды. По словам Дмитрия Азарова, взрослым необходимо предоставить работу, детям – образование. Многие из прибывших высказывают намерение переехать в другие регионы России, где живут их родственники. Самарская область окажет и такую поддержку. В Самаре начался традиционный месячник по благоустройству. Чистоту и красоту после зимы наведут на территорию общей площадью 46,5 миллионов квадратных метров. Это и дворы, и парки, и скверы, и бульвары, и проезжие части с тротуарами и газонами. 6, 13, 20 и 27 апреля в городе пройдут средники, а 9, 16 и 23 числа – субботники. Задействуют прежде всего силы и средства профильных муниципальных предприятий, а также управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и других обслуживающих организаций, которым поручили провести ревизию инвентаря, усилить взаимодействие со старшими по домам, чтобы жители, желающие принять участие в уборке города, смогли получить необходимые инструменты. Расчистить от Ольда путь до села Рождествено – такая задача стоит перед командой ледокола «Портовый-13». Сейчас на маршруте продолжают курсировать судно на воздушной подушке. Как только рукава «Волги» удастся освободить, их сменят омики. Вместе с командой ледокола на расчистку акватории «Волги» отправилась Виктория Шарая. Волга вскрылась ото льда, но ее рукава еще скованы. Толщина покрытия там колеблется от 80 сантиметров до метра. Поэтому из Самары на другой берег по-прежнему курсируют судно на воздушных подушках. Хотя для поездок по водной глади они не предназначены. Работаем на подушках. Подушки СВП, работа, я вам как объяснил, она неустойчива. Ветер сильный поднялся – они встали. Туман появился – они встали, потому что скоростной судно движется более 30 километров в час. То есть в условиях ограниченной видимости мы не имеем права по закону их запускать. А омику – это судно, оно более надежное, оно может работать без таких проблем. Чтобы омики как можно скорее сменили судно на воздушные подушки, в акваторию «Волги» выходит ледокол «Портовый-13». Уже вторые сутки он расчищает Волошку, так называется, рукав реки, ото льда. Жители села Рождествено называют ледокол «Портовый-13» своим спасителем и даже радостно его приветствуют, ведь он соединяет их с большой землей. Капитан Александр Пахарев на этом судне отработал 35 лет со дня его спуска на воду. Говорит, мечтал стать летчиком, но его не приняли, поэтому пошел в речное училище, затем в институт. За долгие годы «Портовый-13» стал близким другом. Александр рассказывает, есть два способа колки льда. Первый, когда корабль начинает вибрировать от кормы до носа. Второй, тот, к которому прибегли сегодня. Корабль наступает на лед и продавливает его своей массой. Затем отступает, чтобы снова броситься в бой. В этом году очень сложный лед. Вы, наверное, сами видели, когда лед более такой рыхлый, а этот просто стеклянный лед, как стекло. Он плохо ломается. Механик Вячеслав Рубцов тоже сжился с судном. На нем он трудится 22 года. Рассказывает, летом ледокол превращается в буксир-толкач, помогает двигать по Волге баржи, а порой становится и спасателем. К примеру, именно команда «Портового-13» тушила пожар, разгоревшийся на танкере «Виктория» в Октябрьске. Работа интересная, нелегкая, я скажу сразу. Благодаря, конечно, не меня лично, а всего экипажа. Мы караутием, стараемся поддерживать, в рабочем состоянии проводим ремонты, эксплуатируем его грамотно. Проход, конечно, уже по годам довольно-таки старенький. Ему уже пятый десяток лет. Ну, в свое время Советский Союз строил очень хорошие корабли, качественные. Вот этим, как говорится, он и держится, и команды держится. Команда «Портового-13» состоит из десяти человек. Капитана, механика, дублеров, мотористов, матросов и боцманов. Они уверены, еще один рабочий день, и ледокол полностью освободит проезд до села Рождествено. А когда подует северный ветер, он унесет осколки льда, и тогда навигация станет регулярной. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События. В России стартовала призывная кампания. В Самарской области более 16 тысяч граждан подлежат вызову для прохождения комиссии. В текущем году требования к здоровью призывников повышены. Кому полагается отсрочка и куда пойдут служить новобранцы, узнал Максим Магомедов. С 1 апреля 46 комиссий Самарской области приступили к проведению весенней призывной кампании. С этого года требования к качеству здоровья молодого пополнения повышены. Однако в регионе отмечается тенденция улучшения показателя годности граждан к военной службе. Основная масса призывников получит отсрочки из-за учебы, по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья. Сейчас в правительстве Российской Федерации рассматривается вопрос о предоставлении отсрочки граждан, которые работают в организациях, связанных с этими технологиями. Будет правительством определенный ряд организаций. Эти организации направят списки ребят, которым необходимо предоставить отсрочку от прохождения военной службы. Эти списки будут направлены военные комиссариаты для дальнейшего предоставления отсрочки. Весной в ряды Вооруженных сил России направят более 3000 жителей Самарской области. 13 человек пройдут альтернативную гражданскую службу. Более 100 призывников, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям в ДСААФ России, будут служить водителями. Самарскую казачью воинскую часть пополнит 60 членов Волжского казачьего общества. 15 призывников области будут проходить срочную службу в президентском полку. На эти места строгий отбор. Образование должно быть не ниже 11 классов. Рост от 180 сантиметров, хорошее здоровье, а также отсутствие татуировок на теле. У призывника и его родственников не должно быть судимостей. Органы военной прокуратуры обеспечивают соблюдение законности при проведении призыва. Особое внимание уделяется санитарно-эпидемиологическим нормам. На сборном пункте пройдет обязательное тестирование призывников на наличие коронавируса. Жалобы поступают как в комиссариаты, так и в органы военной прокуратуры. За 2021 год у нас поступило 109 жалоб по вопросам призыва. В этом году уже поступило их 23. Мамы, как правило, очень волнуются за состояние здоровья детей своих. На эмоциях это все происходит. Разбираемся по каждому случаю, даем ответы. Все призывники преследования к месту службы будут обеспечены рационами питания. На сборном пункте убывающим в войска выдадут банковские карты для получения денежного довольствия. А также каждый призывник бесплатно получит сим-карту для связи в период прохождения военной службы. Максим Магомедов, Сергей Баскин, События. Индексация пенсий, новые пособия, рост ипотечных ставок и стоимости ОСАГО и многое другое. В апреле вступают в силу сразу несколько новых законов. По каким правилам будут жить россияне, расскажем в сюжете. С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6%. Это коснется почти 4 миллионов человек. Также на отбавку получат федеральные льготники, военнослужащие, ставшие инвалидами из-за военной травмы, члены семей погибших, участники Великой Отечественной войны, блокадники, чернобыльцы, летчики-испытатели, космонавты. Семьи с детьми от 8 до 16 лет с низкими доходами, меньше одного прожиточного минимума на человека, получат пособие. Все заявления принимают до 1 мая. С 1 апреля льготная ставка по ипотеке на новостройки выросла с 7 до 12%. Но и взять в кредит теперь можно больше в Москве и Питере до 12 миллионов рублей, в регионах до 6. Вкладчикам не придется платить НДФЛ с процентного дохода по депозитам. Раньше, наоборот, вводили налог НДФЛ на проценты по вкладам превышающие 1 миллион рублей. Далее у нас вводится обнуление ставки налога на прибыль для IT-компаний. Также у нас фиксируется кадастровая стоимость для объектов капитального строительства по состоянию на 1 января 2022 года. За просрочку уплаты налога снизили пенни. Раньше для должников, кто просрочил уплату, до 30 дней ставка пенни была 1,3 ставки рефинансирования. Ну, это практически как ставка рефинансирования. А после 31 дня она была 1,5. Мы все знаем, что сейчас ставка рефинансирования 20%. То есть математически с 31 дня просрочки граждане и юридические лица должны были уплачивать налог по ставке 49% пенни по ставке 49% годовых. Это, слава богу, отменили. И теперь у нас ставка пенни будет все время одинаковой. Это будет 1,3 ставки рефинансирования. Для водителей заработают новые коэффициенты страховых тарифов. Бонус малус. Чем реже водитель попадает в аварии, тем ниже этот коэффициент и тем меньше цена страховки. Максимальная скидка за безаварийное вождение увеличится на 4% и составит 54%. Налог на роскошь теперь будут взимать с автомобилей стоимостью не 3, а 10 миллионов рублей. Раньше, если, например, вы покупали автомобиль за 3 миллиона рублей, ну, или там за 3,5 миллиона рублей, да, то вы должны были платить повышенную ставку налога с этого автомобиля. А теперь вот этот вот порог повышен до 10 миллионов рублей. То есть, если вы купите автомобиль, как раньше, например, за 5 миллионов рублей, это не будет сейчас считаться роскошным автомобилем и не будет приводить к повышенной ставке налогообложения. Если смотреть по ценам, которые мы видим на автомобильном рынке в марте 2022 года, то те автомобили, которые раньше у нас, например, входили в планку, там, 1,5-2 миллиона рублей, они сейчас перепрыгнули в планку в 3 миллиона рублей. Хотя раньше они считались вполне достаточно такими бюджетными относительно автомобилями и вполне могли купить себе достаточно большое количество граждан. Лекарства временно разрешили продавать в аптеках в нерусифицированной упаковке. Мое мнение, что это сделано для того, чтобы можно было в том числе ввозить лекарства из третьих стран. Большинство крупных фармацевтических компаний также объявило, что никаких санкций они вводить не будут. Сейчас просто существуют логистические сложности из-за перерыва в авиасообщении, из-за перерывов в логистических цепочках. Сейчас очень сложно откуда бы то ни было из Европы привезти транспортом, автотранспортом или ЖД-транспортом. С 5 апреля за ложную информацию о работе российских госорганов за границей будет грозить такая же ответственность, как за фейки о действиях вооруженных сил. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и Следственном комитете. Штрафы составят до 5 миллионов рублей, максимальный срок лишения свободы до 15 лет. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин, События. Установка счетчиков рабочего времени в самарском транспорте, повышение детского травматизма на дорогах и реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Эти и другие вопросы обсудили на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. О принятых решениях в материале Михаил Ермоленко. В Самаре удалось оснастить весь автотранспорт тахографами. Это устройство, благодаря которым можно отследить время отдыха водителя и время в пути, что позволяет корректировать работу сотрудников и избегать перенагрузок. Установка тахографов – обязательное требование, которое предъявляют к транспортным предприятиям. Вопросы, касающиеся транспортной безопасности, обсудили на комиссии по обеспечению дорожного движения. Еще одной главной темой стало оснащение городского транспорта камерами видеонаблюдения. В 199 автобусах из 207 они уже установлены. Что касается трамваев, оснащено чуть больше половины всего подвижного состава. «На сегодняшний день из 417 трамваев оснащено 232, из 235 троллейбусов – 22 единицы. Общее количество оснащенного подвижного состава – 254 штуки». В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют устранить 53 очага аварийности и предаварийности, которые выявили специалисты профильного департамента и областной городской госавтоинспекции. В местах концентрации ДТП перемены произойдут до 30 июня, а решить остальные намеченные дорожные вопросы планируют к 1 сентября. Ликвидация очагов позволит минимизировать количество несчастных случаев. Планируется также нанесение линии дорожной разметки – порядка 105 тысяч погонных метров, установка пешеходных ограждений – это порядка 4 тысяч погонных метров, плюс также будут дополнительно проведены работы по установке светофорных объектов и знаков. За первые три месяца этого года ГИБДД фиксирует двукратный рост ДТП. Всплеск пришелся на март – начало школьных каникул. Особое внимание нужно уделить тем дорожно-транспортным происшествиям, которые произошли у нас по вине детей. Таких дорожно-транспортных происшествий у нас произошло три с начала года. Во всех случаях у нас дети перешли дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходных переходов. Большинство детей в момент ДТП находилось без сопровождения взрослых. Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники госавтоинспекции планируют продолжить проведение совместных рейдов с активистами родительских комитетов «Родительский патруль». За два месяца текущего года провели уже порядка 356 мероприятий. Будут привлекать для совместной работы и городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. За сутки в Самарской области зафиксировали 337 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе – 375 367. Несмотря на снижение статистики, в многоквартирных домах продолжается дезинфекция. Об этом расскажут наши корреспонденты. Дверные ручки, поручни, кнопки домофона и лифта. Контактным поверхностям уделяют особое внимание при дезинфекции подъездов. Обрабатывают места общего пользования в многоквартирных домах ежедневно. Это одна из актуальных профилактических мер, позволяющих сократить цепочку заражений COVID-19. Это наша жизнь, это наши дела. Как же это? Естественно, надо обязательно делать вовремя все. Все-таки 9 этажей, взрослые есть, и дети есть, и с колясками. Видите, коляски стоят. Конечно, надо обязательно. Во-первых, белизной пахнет. Ну и вторых, у нас всегда чисто. У нас вообще идеальная просто уборщица вверх, просто идеальная. То есть она и обрабатывает сама, и перил. То есть хочется, может быть, нареканий, но нет. Средство, которым обрабатываются поверхности с высоким содержанием хлора, абсолютно безопасно для человека и животных. А вот для вирусов и бактерий это приговор. Дезинфекция должна проводиться каждый день. Используем хлоросодержащие препараты. Воздействие болезнетворных микробов никто человека еще пока не отменил, к сожалению. Поэтому приходится пока так. Дезинфекторы отчитываются о проделанной работе перед управляющей компанией. Предоставляют фото и видео. Контролируют процесс и администрация района. Администрация района, во-первых, добивается того, чтобы управляющая компания по заявлениям гражданина уже в присутствии администрации провела мероприятие. Естественно, мы заявили, чтобы не было никаких недоразумений, чтобы работа была открыта и видна. В случае факта нарушения на нерадивую управляющую компанию составляют материал и отправляют соответствующие органы. Однако с начала года на территории Самарского района не зафиксировано ни одного нарушения. Обработка многоквартирных домов проходит на всей территории Самары. Мария Левина, Максим Гусев, События. Далее коротко о других событиях дня. Сегодня в Самаре стартовал прием заявлений от родителей на зачисление детей в первые классы школ. Процедуру родители проходят на портале образовательных услуг. До 30 июня заявления принимаются в отношении детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право, а также проживающих на закрепленной за школой территории. С 6 июля по 30 сентября начнется второй этап зачисления первоклассников. Подать заявление можно будет на предоставление свободного места вне зависимости от места проживания ребенка. В России пройдут клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей от 6 до 11 лет. Исследования будут проходить аналогично тем, которые проводились для подростков от 12 до 17 лет. Глава центра Гамалея Александр Гинсбург призвал россиян повторно вакцинироваться на фоне роста числа новых случаев COVID-19 в других странах. Нельзя спрогнозировать, когда волна заболеваемости придет в Россию, считает вирусолог. Поездки по программе молодежного и студенческого туризма стартуют в России с 1 июня. По предварительным расчетам, ими воспользуются более 10 тысяч молодых людей. Правительство продолжает работу по повышению доступности путешествий внутри страны для студентов. В прошлом году был реализован пилотный этап программы молодежного туризма. В нем участвовал 21 вуз. Сервис для планирования путешествий проанализировал происковые запросы и выяснил, куда россияне хотят отправиться на майские праздники. Больше половины клиентов интересуются авиарейсами по России. Популярностью пользуются Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные воды, Калининград, Махачкала, Казань, Симферополь, Уфа и Екатеринбург. Полвека вместе в Самаре поздравили юбиляров семейной жизни. Восемь пар поставили подписи в золотую книгу ЗАГСа. Есть ли у любви секрет, узнала Мария Левина. Он увидел ее в окно проезжающего автобуса и не смог забыть. Два месяца продолжал поиски среди миллионов людей. Нашел. И больше не отпускал никогда. Через месяц после встречи Найля Абясовна стала супругой лейтенанта Сурядного. И всю жизнь надежной спутницы следовала за мужем по гарнизонам. Трудилась военным фельдшером. Наверное, просто надо уступать друг другу. В жизни всякой бывает. Поругались, надо мириться. Сегодня генерал-майор с полсотни наград за патриотические подвиги не устает благодарить свой тыл, без которого жизнь была бы совсем другой, признается Николай Дмитриевич. В семье Сурядных двое детей и трое внуков. Прожив вместе полвека, юбиляры делятся секретом успеха семейной жизни. Если кто-нибудь вам скажет по вашей жизни, молодой, о том, что все шито-крыто, мир и благодать, вы не верьте этому, потому что жизнь расставляет все на свое место. Я очень благодарен Найля Абясовне, о том, что она моя жена, о том, что она хорошая мать, за замечательных наших детей. По жизненному пути идут дружно между собой. Я благодарен о том, что это все лежало на ее плечах. Сегодня поздравления с юбилеем семейной жизни принимают 8 пар, и у каждой своя история. Но их обобщает одно – большая и светлая любовь, которую каждый несет через всю свою жизнь. Мы готовы вновь и вновь признаваться им в глубоком уважении за долгие годы, за честный труд, за добросовестные отношения не только к работе, но и в устранению традиционных семейных ценностей. Юбиляры ставят подписи в золотую книгу ЗАГСа, как тогда, в первый раз, который, по признанию героев, был словно вчера. Поздравьте друг другу все эти годы. А сейчас поздравьте друг друга в юбилейном супружеском поцелуе. Мария Левина, Василий Калдашов. События. Баскетболисты Самары начали плей-офф российской суперлиги с победы. Волжане в первом матче и четвертьфинал одолели Иркут. А крылья советов готовятся к матчу против Уфы. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Баскетболисты Самары провели на выезде первый матч плей-офф Суперлиги против Иркута. Хозяева набрали в конце регулярного чемпионата отличный ход и не проигрывали два месяца, что и позволило сибирякам занять четвертое место в таблице. Но, как отмечают специалисты, в матчах на вылет совсем другие расклады. Самарцы встречу начали уверенно и уже первую четверть завершили с двузначным преимуществом. Разница больше десяти очков держалась до заключительного отрезка матча. За три минуты до конца хозяева практически ликвидировали этот отрыв, но самарцы преимущество в концовке удержали. 79-67 Самара повела в четвертьфинальной серии до трех побед 1-0. Вторая игра также состоится в Иркутске 3 апреля. Крылья советов провели очередное занятие перед матчем 23-го тура РПЛ против Уфы. Перед началом тренировки, вернувшийся из расположения сборной, Антон Зиньковский получил награду за лучшего игрока Марта. Он стал лучшим по версии болельщиков, ветеранов, а также игроков клуба. В тренировке приняли участие все футболисты. Особое внимание тренерский штаб уделил отработке игровых ситуаций, тактическим наработкам, а также стандартным положениям. В первом круге самарцы обыграли Уфу 2-1. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС» – обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Через две недели стартует голосование, на котором можно будет решить, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году. Именно от активности жителей зависит благоустройство парков, скверов, площадей и других общественных пространств. Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на федеральной платформе за.городсреда.ру. Чтобы отдать свой голос, необходимо пройти авторизацию через портал госуслуги или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона. В голосовании участвуют 20 общественных пространств по всему городу, сообщает портал городской администрации «Вести с Дворянской». Специалисты опеки промышленного района приняли участие в педагогических советах в девяти школах. Учителям разъяснили важность раннего выявления социального неблагополучия в семьях как одного из факторов социального риска и о значимости первичной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пишет телеграм-канал Департамента опеки и социальной поддержки «Самары». Телеграм-канал администрации железнодорожного района информирует, что делать, если оказались на тонком льду. На реках области сейчас идет процесс таяния, поэтому выходить на водоемы не рекомендуется. Если оказались на тонкой поверхности, нельзя бежать и делать резкие движения. Нужно лечь и ползти в том направлении, откуда пришли. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в экстренные службы по телефону 101 и 01. Телеграм-канал администрации Красноглинского района рассказывает о судьбе выдающегося советского ученого, специалиста в области реактивных авиационных двигателей Николая Дмитриевича Кузнецова, имя которого носит одна из улиц района. Блестящий конструктор, новатор, автор не имеющий себе равных на земле, с 1949 года жил и работал в Куйбышеве. Он не только ремонтировал и дорабатывал двигатели, но и непрерывно работал над созданием новых, более мощных, совершенных и современных аппаратов для боевых самолетов. На этом выпуск подошел к концу. Все наши новости можно читать не только в Телеграме, но и на официальном сайте Самара ГИС в Одноклассниках и во ВКонтакте. Выпуски новостей можно увидеть на каналах в Ютюбе и Рутюбе. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин